Безбеседы святителя Леона Златоустого Жена научится в безмолвии со всякой покорностью А учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии Ибо прежде создан Адам, а потом Ева И не Адам прельщен, но жена прельстившись впала в преступление, впрочем, спасется через чадородие Если пребудет и в вере, и в любви, и в святости целомудрием Первое послание к Тимофею, вторая глава Великой стыдливости требует блаженный Павел от женщин великой степенности Поэтому обращает внимание не только на внешний их вид и одежду, но и на голос Что же именно говорит? Жена в безмолвии доучится Что это значит? То, что по его словам Жена не должна говорить в церкви То же самое сказал он и в послании Коринфяна Ибо неприлично жене говорить в церкви Первое послание Коринфяна Почему же? Потому что закон, говорит он, подчинил их власти мужа И опять в другом месте Если же они хотят чему научиться Пусть спрашивают о том дома у мужей своих Но тогда женщины в средстве такого наставления хранили молчание Между тем ныне между ними великий шум и великий крик И громкий разговор И притом нигде в другом месте, только как здесь Как будто придя сюда для того, чтобы провести досужное время Они ведут разговор о предметах бесполезных Как будто бы святитель Иоанн Златоустый сегодня был в храме нашей От этого все приходит в расстройство И они не хотят даже понять того Что и иначе могут они научиться чему-нибудь полезному Как только храня молчание В самом деле Когда мы приготовляем произнесение слова И между тем никто не понимает Не обнимает тому, что говорится То какая отсюда может быть польза? Поэтому он говорит, что женщине надлежит до того быть молчаливой Что она не должна говорить в церкви Не только о житейских, но и о духовных предметах И если таким образом она будет вести себя То она будет иметь возможность совершать молитвы С великой благопристойностью Аминь Завтра 8 часов молитвы в храме Храни всех Господь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!